Ты никогда мне нормально ничего не попросишь и не скажешь! Делаешь на красную вольму! А я по-твоему должен делать? И даже сейчас ты толкаешься! Нормально сказать ничего не можешь! Мой ложки и вилки! Мой ложки и вилки! Я не смеюсь! Иди, мой ложки и вилки! Иди, мой ложки и вилки! Иди, мой ложки и вилки, которые ты перевернула! Ты перевернула вилки с ложками! Мы оба перевернули! Как это оба могут сделать? Как оба можно перевернуть? Он задел, а я вытяну! Он нормально никогда не скажет ничего! Ну иди мой! Он психует, мам! Ему не нравится то, что он моет посуду! Я пришла тебе грильд, нормально! Выдвигай ящик! И Миша начинает! Почему ты говоришь на высоком ноте? Потому что... Иди, мой ложки с вилками! Будешь! Ты перевернула? Мы оба! Ну как вы оба могли перевернуть? Ну он задел тоже эту штуку! Перевернул кто? Всем здравствуйте, уважаемые подписчики канала Хатума Фортуна! Это новый влог на ее канале! С вами Михаил Михалыч, Миша, как хотите меня называйте! И я уже принимаю меры против коронавируса! Лучшая защита это быть защищенным! Я закрыл глаза! И мы собираемся в магазин все! У нас уже первый день отключили транспорт полностью по городу! Ваши комментарии Миша по поводу всей ситуации с коронавирусом! Он переживает, что он наваждение! Да, я хочу наваждения! Так ты написал в телеграм, что ты будешь наваждение? Я не видела, что ты написал! Ты привык, что за тебя решает мамочка и папочка! Смотри, Олеся Бондарева, глаза тупые! А ты уже написал, что? А ты написал? Ты свои глаза видел, когда ты орешь? Ты же тебя не видишь со стороны? И мы идем все в магазин, потому что мама переживает, что все будет закрыто! У меня опыт жизни! Пять детей, война в Абхазии, война в Уганской области, паспорт 20 лет! Мам, там реакцию папы увеличишь! Папа такой стыд! Всем привет! Меня зовут Хатун, а добро пожаловать на канал! Спасибо, что зашли! Добрый день! Это такая добрая мусор, но уже день! Просто для нас утром мы только встали! Ну, час назад! Мы спали, а сейчас уже, дай Боже, час дня или полвторого! Мы до 12 и спали, потому что... Я лично, я вчера устала! Я работала четвертый день подряд! Я уже пришла домой вчера, у меня не было даже сил на детей! Викуся, там что-то мне рассказывать! Говорят, я хочу побыть сама! Вот, проснулись, идем с Мишей немножко скупиться, сделать покупки! Вот! Вот, у меня есть хорошие новости! Очень хочется поделиться с вами! Миша смеется! У нас, кстати, в городе... Так, велье, я думаю, что что-то новости, я не знаю! У нас просто в городе так много людей! Мы... Вот сейчас я иду по дороге, по которой обычно людей... Ну, нет, здесь не любят идти именно этот промежуток под мостом! А все равно, вот люди, они много! И вот там вот их прям уже очень много! Вот там вот! И я отключусь временно! Машин в субботу и в воскресенье никогда нет столько машин на дороге! Но, видимо, из-за того, что не ходит транспорт, магазин... Я даже не знала, что здесь магазин такой есть! Чего-то я тут не ходила! Но, видимо, из-за того, что не ходит транспорт, то их много! Ой, велосипедист! Завтра я, наверное, тоже на работу на велике поеду! Я не на шишку это, слышите? А? Почему? Такси еще на шишку не знаю! А как ты на велике на работу? Ну, а я пешком пока дотелепаю, там сяду и буду... Язык на плече! Забыла, что хотела сказать и люди уже... Хорошие новости! Много людей! Потому что столько людей приближается! Так, хорошие новости! Ой, мамочки, боже мой! Гуляшик! А мы сможем через парк пройти? Ну, да, конечно! Спасибо! Вот сейчас, повернемся! В общем, я вчера, знаете, хоть спать и хотела, до двенадцати перекемалила, так сказать, передремала, а потом проснулась и до четырех не спала! Читала, читала, читала! Мне все было интересно найти каких-то блогеров, которые болеют! Я вот так думала... Блин, сейчас гуляет... А мы тут не поднимемся! Ну, почему же? Вот, смотри! Топ-топ-топ-топ-топ-топ! Ух ты! Глянь, сколько солдатиков! Я их в детстве собирала! Ты наступила на них, глянь! Не наступила! У них брачный период! Пошли! Мы так пройдем? Пройдем! У нас тут парк церковный! Вот! И я думаю, блогеры снимают... Ну, сейчас всякую срань снимают! Я в том числе! Все вот эти влоги, жизнь! Хоть бы один... Как? Нашелся! Или кто-то снял видео! Вот! У меня сосед! Переболел! Или болеет! Или что? То есть, все везде говорится! Но вот таких вот живых примеров нет! Ну, а потом, конечно, я нашла! Кто ищет, тут найдет! Нашла девочек с Праги! Они чисто на телефон снимают! Именно во время кашля! Рассказывают, как у них в Чехии было! Что не готовы были у них больницы! Ну, я думаю, кто захочет, тот сам найдет! Две девчонки сидят такие с хвостом! Они говорят, у одной официально вирус, а у другой не официально! Ну, нет! Сказали, сидите дома, пока на вас электронный ответ не пришел! Вы для нас, как бы, потенциально не инфицированный, да? Вот этот человек! И они рассказывают полностью, как протекает болезнь! Что самое, говорит, тяжелое, это болит легкие! Вот дышать больно! И голова! То, что вирус есть, я... Блин, ну сейчас уже верю! Раньше я не верила! Думала, это какой-то... А куда мы идем? Я сама не знаю! Да! Думала, это какой-то экономический ход для экономики, политический! А сейчас не знаю! Ну, еще плюс поговорила там с медсестрами, с Рязными! Они готовы ближе к среда-четверг! Первые вспышки могут пойти! И она так и сказала, говорит, сейчас уже маски и все, ну... Короче, как она говорит? Говорит, самое жалко мне людей, которые нацепили строительные маски и ходят по городу, думая, что они защищатся от вируса! Говорит, это строительные маски, они защищают человека от микропыли и от всяких жидких тоже распылителей вредных! Как бактерия говорит, это одноклеточные... Обычно бактерии это одноклеточные живые организмы, которые делятся, размножаются путем деления клетки, ну и живут на слизистых чаще всего еще... А вирус в одной бактерии до тысячи вирусов! Он в тысячу раз меньше бактерии и он живет на клетках! Говорит, и остановить его очень тяжело! Вот это, что перекрываются границы, это только отодвигаются временные рамки, чтобы когда в одном месте утихнет, можно было как-то силы в другое перекинуть! Чтобы, вы знаете, не так, что вот в семье все разом слегли и все, а вот как бы кто-то один ухаживает за другим, ну, в общем, как-то так! Я довольно спокойно живу! Миша, вообще спокойно? Нет, я маску ношу! Ну, нет, я переживаю за деток! Почему-то я более спокойно все-таки за себя и за Елисея, потому что, конечно, понимаю, что уже давно оно все гуляет и не было этих тестов, и поэтому нас не могли проверять! Но, что я скажу? Я скажу, вот лично у меня, у двух знакомых, одна эта девочка коллега по работе, она забежала еще, наверное, месяц или полтора назад, и у нее лицо белое! Я говорю, Ань, ты чего? А я прям пилю, сижу, у клиентки ногти! Она говорит, у меня тетя померла! Я говорю, а чего? Она говорит, три дня температурила, легкие сгорели, уже как в больницу поклали, не спасли, ну, не врятували! И вторая девочка, вот во влоге я красилась у нее, где-то четыре месяца назад у нее не стало мужа! Спортсмен, массажист, молодая семья, шли вперед, развивались, она парикмахер, он массажист, и его не стало, тоже из-за легких! И я сейчас понимаю, что, ну да, наверное, вирус гуляет! Ладно, хорошие новости! Я иду по парку, делюсь хорошими новостями! Я столько плохих рассказала! Знаете, что я сделала? Я поменяю вам мечтами! Сначала хорошие расскажу, а потом плохие! Короче, хорошие новости! Просто я начала искать два дня назад где-то в Инстаграм вводить хэштеги СтопКоронавирус! И думаю, ну есть же кто-то где-то, кто выздоровел, где что-то хорошее! И мне повыпадало очень много инстаблогеров, которые делятся, но тоже проверенной информацией! Мне это понравилось, я делюсь с вами! Хорошая новость номер один, что в Китае еще два дня назад закрыли последнюю коронавирусную больницу из-за отсутствия больных! Также, например, Италия сбивает всех своей статистикой! Но когда подсчитали, проанализировали ситуацию в Италии, умные люди, то поняли, что просто в Италии, Италия это страна с самым большим количеством пожилого населения! Ну и соответственно, такая статистика! Так же, что все уже компания Apple открывает все своим, там где-то больше 42 или 45 магазинов в Китае! То есть все, запускается страна в работу! Так же, что пожилые, вот тоже есть люди, которые выздоравливают! Где-то там вообще нонсенс был, что 103-летняя бабушка, она выздоровела! Также еще новости, что, например, плазма крови людей, прошедших это заболевание, ее рассматривают, проводят опыт, и она помогает как-то! Я просто не очень умею разговаривать медицинским... Это антитела! Да, антитела, они помогают бороться с вирусом! Переболеешь, выздоровеешь! И многие инстаблогеры пишут так, почему об этом не говорят в СМИ? Только нагнетают, нагнетают, нагнетают! Но это живые цифры, живые факты, и ими тоже надо с людьми делиться! Поэтому, говорю, все будет хорошо, не волнуйтесь, переживем! Возможно, переболеем, но нам будет больше страшно за то, что, ой, это коронавирус! Я, вон, как воспалением легких, да, переболела, страшно вспомнить! Когда ты уже это прошел, просто, это как Миша меня возил целый день! Два раза флюорография, бронхоскопия, короче, что только не было! Что я только не пыла, чем не лечилась, и было даже несколько раз! А потом еще, в течение, наверное, месяца или полтора, Восстановить! Да, и кашель был с кровью, меня проверяли на отек легкого, проверяли, проверяли, когда вот это я приседала на сердце, проверяли объем легких, сколько я вдыхаю и выдыхаю, проверяли, 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 на плесень, что, может быть, я грибок какой-то проглотила! Ну, в общем, машин куча! И людей куча, и я с камерой! Все так идут, косяки кидают! Хорошо, что я с Мишей! Если бы я была без Миши, я бы отключилась! В общем, люди хорошие! Все будет хорошо у нас! Очень хорошо! Мы выживем! Да, переболеем! Но, слава Богу, в семьях, даже если начнутся заболевания, кто-то будет ухаживать за другим!